Добро пожаловать в Сириус! Нижнекамскому нефтехимику. Мечков принимает, бросает Матвей Мечков. Попытка добавить была у Попова. И сегодня, конечно, каждое действие Мечкова должно под микроскопом рассматриваться. Потому что, я думаю, многие все-таки ждут, что сегодня Матвей сможет. То самое, чего опасного, без проблем реагирует Долганов. Еще один пасный бедачок. Гараев открывался. Тяжеловато было принимать. И, по-моему, по шайбе он попал. Но так немного корявенько. Поэтому в створ она не полетела. Напомню, что был очный матч еще осенью. Но об этом позднее. Потому что Хафизов пытался забить первым в этой игре Бердина. Хотя, судя по тому, как выкатывался, скорее всего, он был готов. Еще один эпизод добивания. Шайба не прижата. В игре Бердин помогают и полевые. Вот неплохо, наверное, впервые в этом матче Нижнекамск наконец-то смог выбраться именно на чужой пятачок. То есть не просто дальние броски были, но так с мясом пытались гости шайбы заговырять. Евгений Кашников, номер 22-й, команда «Нефтехимик». Перевод на синюю. Джесси Грэм, Криштоф. Вновь. Еще один пас и уже открывался Сергей Попов. Красиво разыгрывали хозяева. Не попал. Два гола в активе защитника в этом сезоне. Очень долго не мог забить. И только зимой эти гола оформил в матчах с авангардом и трактором. Еще один шанс. Гол. 1-0 забивает Нижнекамский Нитихимик. И это Артем Сериков. 5 на 5. Такой незамысловатый бросок со входа в зону. Хорошее оставление было в исполнении Григория Селезнева вот в этой ситуации. Четверо вокруг него. Таким образом, есть пространство у бросавшего защитника. И, по-моему, только один человек более-менее выкатывался. Это Джесси Грэм. Но все равно дистанция была. Сериков здорово попал. И все их хозяева в том числе. Михаил Криштов. Один зону улетает. И тут же под силовой попал. Очень здорово сыграл в этой ситуации Сериков. Выставил корпус. И этого хватило. Здесь даже вроде бы очень мало. Вот кроме того броска Мечкова. И, например, вот этого эпизода вспомнить нечего. Чебыкин улетает за лицевую линию. И в итоге пауза. Потому что Долганов потерял часть экипировки. Но самое главное, чтобы все было нормально. За здоровьем. На самом деле очень непросто. Там шея бы скакала. Иван Ковалев. Бросок. Реагирует Михаил Бердин. Ну, такой быстрый матч у двух команд в последнем матче сезона. Все хотят закончить на позитиве. Но пока у гостей получается лучше. Но ничего, будем исправляться сейчас. Тур на ворот. На сей раз ничего не получается. Ответ нефтехемика. Без положения вне игры. Джан Себастьянзи за спину делает передачу. И бросает Митякин. Именно он первым подбирает. Перевод. Вновь Ди тянется к шайбе. И только теперь прижимает ее вратарь Сочи. Ровно две минуты. Команда играли без пауз. С начала второго периода. Ну, вот это уже что-то по прежнему контролю команды из Нижнекамска. Вброс шайбы в зону. Кстати, это был вброс в исполнении. Так, неважно. Все-таки забивает нефтехимик 2-0. Здесь мы видим вброс в зону. Как раз в исполнении Гайнулина. И еще раз пытается вынести шайбу Бердин. Но выносит аккурат на соперника. Именно от Точукина шайба и залетает в ворота хозяев. Вот так бывает. Шайбу забросил Эгену. Должно. Атака Сочи. При этом здесь нарушение правил. Бросок тянули на и реагирует Долганов. Здорово отдавал партнер. И этим партнером был Матвей Мечков. Впереди еще одно большинство. По шайбе не попал. Четверка Точукина обороняется у гостей. Здесь бросок в ближний угол. И шайба в воротах. 1-2. Сочи забил в большинстве. И затем Кристоф убрал ее под себя. Причем, видимо, что он продолжал движение. Но как только протормозил. Уже вот здесь убрал под себя линия открылась. И через Попова, там, у Ракова удалось сделать пас диагональный на Николая Чебыкина. А тот уже не подвел. И Грэм, ассистент, у Кристофа 23-й передачи, 32-ое очко. И при этом его команда еще раз могла забить. Здорово там вылезал Кирилл Расказа. Вновь пас на пятак. Шайба не проходит. Оказался. Но рисковать с передачи защитник не стал. Передача бросок. Гол. 3-1 в пользу Нефтехимика. Все очень просто. Вошли в зону. Оставил шайбу Митякина. И затем с кистей поливает Дмитрий Соколов. Отчасти это похоже на первую шайбу в этом матче, когда точно так же оставлял за спиной Селезнев и бросал Сериков. Но здесь даже из-под Грэма попал Соколов. Ассистентом, но Митякин там точно должен свой балл заслуженный получить. Атакует Сочи. И неужели гол, похоже, попал Джесси Грэм. И судья показывает, как мне показалось, именно на ворота. Смотрите, вот Джесси Грэм. Бац, бросок. И, собственно, там рассказов-то вроде бы даже и не при делах. То есть, скорее всего, именно с этим броском Шайба сразу ворота зашла. Вот Грэм, вот его бросок. И отсюда даже не видно на самом деле. По-моему, там был небольшой рикошет. И в итоге она полетела в дальнюю девятку. Перехват Нижнекамской. Потенциально вдвоем против одного. Кашников бросает сам Низан. Добивание есть. Вот и еще одну. И не заметил Шайбу Бердин, но команду спас. И при этом именно он запускает атаку своей команды. Попов вперед, Джесси Грэм идет до конца за лицевую линию, выкатывается. И Манухов не добавил, хотя пытался явно до перерыва всего-навсего 6 минут. Еще один бросок и тут же попытка добавить. Гол! 4-2 забивает Александр Дергачев. Всего один гол разницы. И вновь быстрый вход в зону. Но в этой ситуации был конкретно вброс, как только пересек синюю линию защитник. Затем выиграл борьбу за Шайбу Андрея Белозеров. Дергачев смог принять ее. Бросил и тут же сам добавил, по сути, в пустой створ. Передача. Прием. Отскок. И на отскоке был первым именно капитан команды из Нижнекамска. Тинулин. Перевод налево. Можно бросать Мечко возле ворот. Вновь подбор Матвея. Хорошо начали. Забили голы. Продолжаем в том же духе. Сериков. Попытался довести ее через борт. Не получилось. Но на дальнем отскоке был Митякин. Какая потеря! Еще один шанс бросал их у Снудинов. Вот и Тинулин был близко и Матвея Мечко. Но пока никак вот этой тройки забить не получается. Зону и Нитихимик быстро проходит в чужую. Перевод налево. Можно бросать. Бросок есть. И это сейв Богданова. Очень неплохая атака с ходу, которая завершилась броском Егора Корбита. Бостудинов выкатывается, бросает. И это спасение вратаря Нефтекимика. Да, шея бы должна быть прижата. Все. На этом смена закончена. Евгений Митяхин подбирает передачу. И холостов бросает. Но не попал. В меньшинстве Нижнекамск вполне мог забить. Ответ хозяев при этом. И красиво, но без гола Сераука. Это пятый. Вот теперь да. В полном мире игра в формате 5 на 5. Кашликов на льду. Передача и пытался Мичков бросить. Но неудачная шейба там к нему пришла. И плюс ко всему еще и Клюшко его отчасти блокировали. Но вот сегодня, конечно, он очень заряжен. Передача. Криштов обыгрывает. Идет дальше. Мануков бросает. И не забивает. Там, возможно, даже полевой спас вратаря. Ну и ворота, соответственно, в том числе. Что гораздо важнее. Возможно, все равно смог бы спасти команду и Филипп. Перевод налево. Там действует Чебыкин. И Митякин того очень легко остановил. Более того, еще и пас вперед. Какой момент забивает нефтехимик в формате 4 на 4. Выбрасывал Митякин. Причем выбросил вообще очень здорово. И очень далеко при этом вылетел голкипер. В Сочи Никита Богданов. Но Тачилкин успел вот здесь совершить важное движение. Шайбу принял. Обработал. Убрал налево. И тем самым убрал с дороги вратаря. Отвечают лидеры хозяев. Матвей Мечков принимает. Обрабатывает. Бросает. Но Долганов не позволяет пока добраться до рекорда. Возможно, это была предпоследняя смена звена Хусну Динова. Очень быстро команда, конечно, сегодня играет. На самом деле бывали и более быстрые матчи. Но даже так все равно. Здесь пауза. С сейвом голкипера хозяев. Таким образом, нефтехимик сегодня наберет еще 2 очка. И понятно, что там игровое время было совершенно другим. Собственно, все, заканчивается эта игра и заканчивается сезон для ХК Сочи и Нижнекамского нефтехимика. Именно эти команды первыми уходят в отпуск.